Я так и позвонила и сказала в пожарку, у меня телефонный разговор-то, наверное, записан. Говорю, на Барнаул пойдет, вы не спасетесь. Такой пал. Опускаем ядро, почерпываем воду. Татьяна Юрьевна – жительница поселка Конюхи. Лопата и вода из колодца – это ее личный план действий на случай большого огня. Накануне возле ее дома несколько часов тушили пожар, который с полей пришел на дачные участки. Здесь они горят каждый год. Жаркая погода и сухая трава усугубляют ситуацию. Сказали жители, там поджигают сенокосы у бельмесевских, и они поджигают, сжигают вот эту траву старую, чтобы хорошая трава наросла. И вот они там подожгли все, их даже захватили, они на лошадях были. С начала пожароопасного периода в регионе зафиксировано 1400 возгораний. Основная причина – поджоги сухой травы. Особенно это касается Первомайского района. Здесь много дачных участков. Только за минувшие сутки в поселках Лебяжи и в Октябрьском произошло несколько пожаров. В садоводстве «Прогресс» сгорели два дома. Тут зажег сухую траву. Высокие температуры, местами выше 25, в ближайшие дни 30 градусов будут сопровождаться существенными ветровыми нагрузками. Это значит, что в случае пожара целые поселки могут исчезнуть за считанные минуты. В условиях особого противопожарного режима в крае запрещено разведение костров на любых землях, даже у себя на участке. Сотрудники МЧС сейчас проводят рейды по садоводствам и населенным пунктам. Только в начале недели они пресекли более 50 нарушений. Увидеть очаги возгорания и нарушителей помогают беспилотники. На сегодняшний день вы, по идее, без крышки сжигания, вы нарушаете требования правил пожарной безопасности. Простите, пожалуйста. Сейчас вот видите, в данном случае ветерок дует немного. Не дай бог искра поднимется, улетит куда-нибудь к соседям или также на ваш дом может попасть и загорится. Да, все это понятно. Штрафы предусмотрены в условиях особого противопожарного режима на должностных лиц от 15 до 30, на граждан от 2 до 4, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб будет нанесен, значительный материальный ущерб, это уже уголовная ответственность. Если ущерб, к примеру, огонь перешел на надворные постройки, ущерб незначительный, это ответственность административная. Мы не знаем, сколько Татьяне Юрьевне понадобится ведер из колодца, чтобы спасти свое жилье. Каково это ложиться спать в таком доме, к которому постоянно подходит огонь, тоже вопрос риторический. Страдают птицы, звери, все страдают люди. Каждый год. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.